Поняли, блин, чуваки, у нас сейчас крутой продукт. И мы знаем, там, условно, через еще один год он будет еще круче. Это workforce management, это силы, и на самом деле из нее вытекают какие-то другие там потенциальные каналы монетизации. Нам нужны частные, получается, ангелы из нашей аудитории. Как реально выявить, что клиенту больше всего, там, из всей толпы, которая у тебя есть. Клиентов, там, условно, у тебя там 500-1000 клиентов. Ты можешь выявить, там, условно, 90% из них, что больше всего на самом деле нужно. Плюс у Star Ventures есть, там, они выдают грант, там, до 50 тысяч долларов, который можно потратить на сервисы среди их партнеров. У нас рынок своеобразный, и в целом, условно, у стартапов якобы больше барьеров. В Казахстане есть один большой, главный жирный плюс. Наша потенциальная клиентура, она более технически приспособлена для потребления, там, крутых продуктов. Первое, что нужно сделать стартапу, это, там, какой-то на коленках собрать минимальный продукт, который можно будет пойти и быстренько протестить. Вся наша жизнь одна большая продажа. Сейчас мы сами создаем этот спрос, мы сами сейчас выращиваем эту культуру. Сегодня у нас в гостях Ержан. Ержан, добро пожаловать в студию, спасибо, что уделили время. Да, приветствую, Батархан, Рахмет, за то, что пригласили. Супер, с удовольствием пообщаюсь. Отлично, давайте начнем непосредственно знакомство с вами и непосредственно с проектом Квокстер. Насколько я знаю, вы являетесь CEO проекта Квокстер, верно? Расскажите про Квокстер, что это за компания, что она собой подразумевает, какие боли она решает. Я являюсь CEO и кофаундером. Нас на данный момент уже пять кофаундеров. Мы начали в 2018 году официально в январе запуск нашего продукта, там, на уровне MVP. Мы создали некую систему, которую мы сейчас называем как систему управления линейным персоналом. Сама вот это выражение, оно, на самом деле, относительно новое для Казахстана. И нам приходится каждый раз рожевывать и как раз-таки, пользуясь случаем, как раз рассказать, что это такое. Изначально мы начинали с учета рабочего времени. То есть, это, условно, система прихода-ухода, контроль посещаемости. В табель все это формировали, отправляли. Но со временем, на протяжении последних пяти лет, понимали, что, условно, бизнесом, где есть линейный персонал, недостаточно просто учета рабочего времени. Требуется достаточно большое количество различных модулей, которые закрывают ряд проблем. Начиная от управления автоматизацией рабочими сменами. Причем, именно в хорике и в ритейле они должны быть достаточно комплексными, чтобы покрывать различные сценарии. Не просто с девяти до шести поработала. Допустим, раздельные графики в течение дня, график, когда условно утром он кассир, а вечером он посудомойщик. Переходы на ночное время, допустим, открытые графики, графики по ролям, по должностям, по локациям и так далее. Это сам учет рабочего времени непосредственно, который обычно идет вкупе с учетом, получается, и управлением графиков. Это коммуникация, то есть это система запросов, отправка запроса на больничный, на отпуск, на аванс, на покупку оборудования и так далее. И чтобы это все интегрировалось с графиком, условно, если на больничный отправил, то в графиках появился и так далее. С различными уровнями одобрителей, которые должны быть друг за другом, получается. Причем их нужно иметь возможность автоматически настраивать в зависимости от департаментов или локаций. Это менеджер задач и чек-листы. У хорики и ритейла есть запросы на то, чтобы создавать повторяющиеся задачи на ежедневной основе. Допустим, там есть кофемашина, температура, ну и в среднем определенные процессы с утра, которые нужно проверять и удостоверяться, что все выполнено. И делать это на ежедневной основе автоматизировано. Получаются подобные вещи. И пятый, это, наверное, самый большой и в будущем, наверное, потенциально самый прибыльный для нас модуль. Это payroll. Это, получается, некий такой калькулятор зарплат. Но не просто калькулятор зарплат, как там в 1С, где восьмерками прописали, поставили зарплату, налоги посчитали. А именно система, которая делает расчеты зарплат, исходя из рабочих графиков, то есть смен, из посещаемости сотрудников. То есть выставляет ставки там дневные, ночные, тиринги, получается праздничные, овертайм, овертайм тиринги, какие-то надбавки, допустим, в случае определенных каких-то дополнительных задач. Допустим, если там вовремя, в течение недели приходили, меньше, чем на 5 минут опаздывали, дополнительно там какой-то надбавка за транспорт добавляется и так далее. То есть это такая полноценная и, самое главное, автоматическая система, которая снимает процентов 90 лишней работы у бухгалтеров и пейрольщиков, кто занимается почетным зарплатам. Это, наверное, такой на сегодняшний момент достаточно уникальный продукт, о котором мало пока еще кто знает, но на самом деле от которого эффекта больше всего. Это не то, чтобы совсем кратко, но кратко наш проект, в принципе, не получается никогда объяснить. Но вот плюс-минус такое объяснение того, чем мы занимаемся сейчас. — Забавно, на самом деле, у меня как раз бэкграунд, мой личный как раз-таки, я HR бывший, и я работал в компании Казминерос, и впервые про Клокстер, кажется, я услышал в 2018-2019 году, я наткнулся на Таргет, кажется, и там были видеоролики про доступ через отпечатки пальцев, кажется, и Face ID, насколько помню. И тогда я был в нашей компании инициатором того, чтобы подключить услуги Клокстера, но спустя долгих дискуссий, я помню, прилетел ответ, что условно у нас же получается завод, да, и рабочие там, допустим, в мазуте, либо, не знаю, в пыли и так далее. То есть они могут, когда тысячи человек пройдут через эту систему, то эта система, скорее всего, сломается. Поэтому мы там пользовались карточками. И вот я с тех времен помню, и с тех времен я следил за вашим проектом, он динамично развивается, и из последних новостей, что я слышал, что вы уже, как минимум, несколько лет вышли за пределы страны. — Да, все верно. Расскажите вот про эти вещи, пожалуйста. — В 2021 году мы к лету уже, получается, закрыли две достаточно серьезные сделки инвестиционные. Одна из них с юго-восточного фонда Квейс Винчерс и вторая от достаточно известного акселератора 500 Global. На тот момент мы продавали идею того, что мы создаем некий глобальный, на английском языке он называется как Workforce Management Platform для Юго-Восточной Азии. И под этим соусом вся стратегия была построена на то, чтобы реально или поздно туда выходить, потому что рынок реально большой. И в Юго-Восточной Азии даже на текущий момент нет пока что лидирующей Workforce Management системы. То есть есть ряд HR-решений, но которые на самом деле местечково какие-то места занимают, где-то первый, где-то второй, где-то третий, но в целом нет лидера. — Явного лидера. — Явного лидера точно нет. И мы посчитали, что для нас это большой шанс, потому что спрос на продукт есть. Как нам показалось, как будто бы качественно еще продукты Юго-Восточной Азии не выросли. И было ощущение, что как раз таки с учетом нашего опыта и знаний нашей команды мы сможем быстрее предоставить реально крутой продукт для них, который сможет за счет качества продукта именно выйти вперед. И вот в 22-м году в мае месяце мы решили туда прям переехать. То есть я переехал с семьей, там наш CFO переехал с семьей, там CTO какое-то время находился с нами, CPO в командировки приезжал. Мы вот начали уже базироваться там, то есть мы открыли там офис, наняли местный персонал. И первые где-то полгода, восемь месяцев мы потратили на кастомизацию продукта. Нужно было максимально кастомизировать. И причем не просто там сделать перевод, а сделать очень большое количество допилов, которые требуются. Потому что они функционально очень придирчивы в Юго-Восточной Азии, потому что большое количество решений на рынке есть и имеют уже достаточно широкий функционал. Хоть там, да, они где-то с точки зрения UI и UX отсутствуют, но функционал широкий. И нам нужно было сначала по функционалу догнать, прежде чем начать там бодаться по UI и UX, получается. И получается официально мы запустили продажи в январе вот этого года в Индонезии. С тех пор у нас 37 или 38 сейчас клиентов примерно. В средине где-то около десятка достаточно больших компаний, там около 500-1000 сотрудников. Некоторые из них там в Индонезии достаточно известные. Для нас это такой достаточно хороший product-market-fit на этом рынке. Но опять-таки, ввиду того, что у нас в принципе цикл сделки очень долго шли, нам было тяжело рейзить деньги, потому что трекшн очень был слабый для Индонезии. Мы решили, что на самом деле в этот рынок без нормальных денег выходить смысла нет. И для себя еще на самом деле дополнительно какие вещи, выяснили попозже, я о них расскажу. Параллельно мы начали тестировать Филиппины. Но Филиппины мы решили пойти другим немножко путем. Мы поняли, что высаживаться полностью это дорого, не имеет смысла. Мы вышли там на партнера, которому предложили достаточно классные условия, получается, для развития. И который, будучи мотивированный, получается, будучи убежденный, что наш продукт действительно стоит того, чтобы продавать, смог за короткое время сделать очень хороший трекшн. Причем приведя к нам достаточно такие именитые бренды. Буквально вот на этой неделе мы сейчас закрываем и онбордим, наверное, самого топового нашего клиента за все время в Филиппинах. Компания Wildflower. Она, наверное, сопоставима с брендом АБР здесь в Казахстане. То есть мы сейчас онбордим АБР филиппинский, там тоже большая компания, полторы тысячи сотрудников, около 30 ресторанов, получается. Причем рестораны класса А в основном. Там у них есть типа президент компании, там инвесторы, там совет директорств. Большая компания, там IT-департамент. И для нас это такой хороший показатель. Показатель того, что наш продукт, будучи разработанный в Казахстане, смог сделать такой долгий путь в сторону Юго-Восточной Азии. И, наверное, наконец-то более-менее мы смогли найти тот рынок, на котором, скорее всего, у нас есть шансы реально стать лидерами. Понял. Мне здесь стало интересно, каким образом осуществляется вот этот процесс, когда вы, стартану в Казахстане, в один момент решаете, что вы хотите развиваться дальше уже на рынке Юго-Восточной Азии. То есть значит ли это, что, к примеру, на территории Казахстана вы уже уперлись в потолок, либо вы не рассматриваете такие цели, как, условно, захват казахстанского рынка именно в направлении workforce management? Короче, какая ситуация была. Мы же стартап, мы часто общались с венчурами. То есть у всех венчуров одна задача – это сделать экзит. Сделать экзит с иксами получается. И когда ты строишь какие-то прогнозы финансовые на Казахстан, ты понимаешь, что там больших иксов им не ждать, и это факт. Поэтому мы параллельно простраивали стратегию на то, чтобы выходить за рубеж. Хотя бы для того, чтобы убедить инвесторов, что есть смысл нам дать деньги, и чтобы мы туда пошли, потому что иначе инвесторы скажут, ну, в Казахстане мы вам деньги смысла не видим давать. Строите стратегию туда, без проблем пойдем туда, дадим вам денег, получается. То есть даже чтобы развиваться в Казахстане, нам нужно было потратить большое количество денег на R&D. Условно, мы буквально вот только-только пришли к так называемому product market fit в Казахстане, когда мы представляем уже достаточно большой ассортимент функционала, который покрывает там большую часть боли наших потенциальных клиентов. И чтобы вот к этому прийти, нам нужно потратить достаточно серьезное количество времени, денег и изучение. На все это, разумеется, нужно где-то брать в финансы. И получается, когда ты это пичишь на Казахстан, инвесторы не хотят давать. Поэтому ты параллельно придумываешь и развиваешь там стратегию в сторону Юго-Восточной Азии, что в принципе привлекает инвесторов. И ты параллельно идешь учиться туда. То есть проходить, как мы вот в недавнем подкасте в OutPiers назвали это там достаточно дорогой MBA, который мы прошли. Действительно была такая для нас школа, на самом деле, реально бизнесовая, где мы там столкнулись со многими вещами, получается, с реальностью Юго-Восточной Азии. И получается, вот мы пока там развивались, мы делали эту кастомизацию, продукт на тот уровень вытащили правильный, поняли на самом деле, куда движется Юго-Восточная Азия, где есть спрос, на чем можно зарабатывать деньги. И вот с этим опытом сейчас в Казахстане понимаем, что на самом деле те прогнозы, которые мы строили там условно три года назад, они не верны. Казахстан реально может стать для нас сейчас рынком, который надо сделать как минимум 100 миллионов долларовой компанией. Это реалистично в течение пяти-семи лет следующих. Во-первых, у нас нет конкуренции как таковой. Во-вторых, workforce management становится трендом сейчас. И мы сейчас первые, единственные, кто это вообще в целом развивает. И самое главное, что мы сейчас единственная компания, у которых есть реальный опыт, который мы переняли сейчас в Юго-Восточной Азии. В-третьих, в Казахстане есть так называемый buying power, в отличие от Юго-Восточной Азии. Реально, хоть несмотря на то, что экономика Казахстана не самая лучшая в целом по миру, но наши клиенты могут платить. И могут платить нормальные чеки. И самое главное, могут платить за год вперед. Мы сейчас чаржим условно годовые лицензии, что в Индонезии на самом деле практически не реалистично, помесячно платят. В Казахстане есть еще один плюс. В отличие от той же Индонезии, у нас нет вот этой культурной темы торгашистого чрезмерного. Как в Турции, допустим. В Казахстане средний диапазон скидок – это 10-15%. В Индонезии он доходит до абсурдных 60-70%. При которых очень тяжело прогнозировать будущее, какие-то финансовые показатели. В Казахстане все понятно. И в Казахстане самое главное, что рынок на самом деле еще пустой в целом. И потребность только будет расти. Не только в обычном учете рабочее время, но и во всех остальных модулях, особенно в Пейроле. И вот сейчас мы понимаем, что для нас Казахстан – это реально такой голубой океан. То есть нам нужно было сделать вот этот путь, набраться там правильный опыт, посмотреть на это через другую призму. И понять, что оказывается здесь, вот теперь с тем опытом нужно сделать. Но на самом деле невозможно было это сделать, оставаясь только в Казахстане. Во-первых, мы не достигли бы того технологического уровня, на который мы вышли при Индонезии. И во-вторых, не появилось бы то понимание, как вообще из этого делать бизнес. И вот, наверное, ну вот. Понял. Правильно ли я понимаю, что сейчас условно, да, ваши планы на ближайшее время – это как раз-таки развивать дальше бизнес в Казахстане, а не выходить на новые рынки помимо Юго-Восточной Азии, то есть другие страны и так далее? Да, все верно. Ну, Казахстан в первую очередь, наша задача сейчас перенастроить сейчас бизнес-процессы и, так скажем, перезапустить сам вот этот процесс роста. То есть он может, в принципе, то есть наша задача сейчас вот, извлекая вот этот весь опыт из Юго-Восточной Азии, наша задача его теперь правильно здесь применить в Казахстане, поставить на рельсы, и чтобы вот этот рост, динамика, которую мы сейчас достигли в Казахстане, она просто не снижалась, а только росла. При таком раскладе, получается, в принципе, в какой-то момент не нужно будет зацикливаться только на центрально-азиатском рынке, можно будет параллельно делать то, что мы сейчас делаем в Филиппинах, когда мы выходим через партнеров на правильных условиях, получается, договариваемся, и это нам позволяет намного быстрее и, самое главное, очень дешево тестировать и выходить на рынки, причем сразу на крупные бренды. Казахстан, да, он будет у нас как бы такой основной кэшкау, параллельно наша задача в начале следующего года – это выйти на соседние страны, то есть мы говорим про города, мы когда говорим про центральную Азию, мы говорим не про всю страну целиком, а про крупные города, это вот сейчас в Казахстане, это Астана, Алмата, там добавится Шымкент, и получается в соседних странах это Ташкент и Бишкек. Ну и сейчас мы будем рассматривать параллельно Баку, то есть вот городами. Пока что вот, если говорить о центральной Азии, там Кавказе, то вот эти вот города, про там дальнейший выход на другие зарубежные рынки, Филиппины, если сейчас у нас вот эта схема сработает через партнера, мы сейчас там планируем создать некий joint venture, получается, в который как раз-таки заводим своего туда партнера, который нам дальше помогает испаниться, если мы видим, что данная структура, в принципе, ну, во-первых, также помогает наращивать оценку компаний, плюс легче заходить на рынок, мы будем планировать делать что-то подобное во Вьетнаме и в Таиланде, и, возможно, в других развивающихся рынках, там, Латинской Америки на будущее. Хорошо, можно теперь немного вернуться непосредственно к самому продукту. Из последних новостей, что я слышал о Квокстер, в принципе, рекламу, наверное, на которую последний раз я натыкался, это, кажется, был бот в Телеграме, который помогает найти работу, то ли вот что-то в таком формате. Можете вот рассказать? Если первоначально, вот как я впервые увидел, да, проект Квокстер, это был вот как раз-таки учет рабочего времени посредством отпечатков пальцев, получается потом Face ID, биометрия какая-то, да, и так далее, то после как будто бы проект со временем претерпевал некоторые изменения с каждым разом, и он немного трансформировался, да, и с каждым разом как будто бы проект искал самого себя, ну, примерно, то есть, и как будто бы сейчас он уже нашел себя. Можно ли сейчас так сказать? Все верно, все верно. Мы на самом деле сделали, наверное, три или четыре больших пивота, то есть мы начинали изначально как учет рабочего времени, где наша бизнес-модель строилась на аренде биометрических девайсов с отпечатком пальцев. Эта тема не сработала, там нет масштаба, то есть там невозможно было скилиться, в итоге мы упирались там в логистику, юнит-экономика не билась, перешли в SaaS-продукт, но поняли, что чисто учета рабочего времени очень мало, там мало денег. Попали плюс еще в ковид, когда Хорик перестал платить, нам нужно было придумывать что-то, то есть у нас собралась большая база компаний, и мы подумали, что, наверное, правильное направление идти в рекрутмент, но в рекрутменте там тоже есть свои проблемы, то есть там нужно заниматься комплаенсами KYC самих людей, на что у нас в принципе нет неопыта, если честно, это вообще не моя тема. Мы протестили, да, вроде бы там прикольная тема есть, но поняли, что это не наша тема. Плюс нам показалось, что там есть свои лимиты по рынку, ну, то есть реально там условно там 50-60 крупных компаний, на которых ты можешь выйти, а дальше уже расти некуда. То мы параллельно тестировали частичку финтеха, это выплаты авансов до зарплаты. Тоже в 2021 году мы протестили на трех компаниях, довольно-таки неплохо, причем вообще очень-очень неплохо пошло. Мы такие, блин, супер, короче, это работает, мы реально там тестово, получается, на трех компаниях выдавали где-то по 15-20 миллионов тенге ежемесячно, и мы чарджили 2% транзакционно, выходило очень неплохо. На самом деле это выходило типа в 5-6 раз больше, чем обычная подписка компаний, если бы они платили подписку. Но проблема в том, что у нас нет опыта нормального KYC компаний, то есть они могут в итоге превратиться в non-performing loan для нас, что в итоге, кстати, и оказалось в итоге, то есть у нас пару компаний просто отвалились, мы потом еле-еле выбили деньги свои, плюс мы понимаем, что нужно закладывать туда большой бюджет, рабочий капитал, получается, который должен крутиться. И в целом, то есть дабы потом расширяться и масштабируются, нужно было подключать там вот эти вот эквайринговые платформы, там платежки и так далее, что будет тоже на косты влиять, и придется будет транзакционку расширять, а это уже такая около МФОшная тема. И мы что-то подумали, нет, ну как бы, во-первых, надо будет деньги искать там партнера банковского, кто будет нам давать эти деньги, во-вторых, ну, как бы, зачем вообще, ну, то есть мы какое-то время, особенно в Индонезии, пока вот workforce management строили, основной наш продукт, поняли, что вот в этом есть основной кайф. У нас до сих пор в Юго-Восточке и в Казахстане нет нормальной workforce management платформы. И особенно вот пока мы строили его полтора года, делали кастомизацию, мы поняли, блин, чуваки, у нас сейчас крутой продукт, и мы знаем там, условно, через еще один год он будет еще круче. И мы сейчас еще видим, что в Казахстане на этот продукт спрос все больше и больше, готовы платить все больше и больше. Пересчитали, пересчитали все, получается, там, финансовую модель, понимаем, что на самом деле очень хороший бизнес, можно прибыльный сделать здесь. То есть там не построенный на GMV, а на Pure SaaS, получается, который дополнительно можно монетизировать через кое-какие другие вещи. Там у нас есть пару очень крутых вещей, которых мы подсмотрели у своих коллег в Филиппин из чуть-чуть другого сегмента, но поняли, что здесь мы тоже можем делать, там, условно, плюс где-то еще 100% выручки только на вот этой отдельной теме. То есть начали понимать, на самом деле, что workforce management – это силы, и на самом деле из нее вытекают какие-то другие, там, потенциальные каналы монетизации, которые реально могут нас сделать, ну, там, хорошим бизнесом, вполне себе таким стабильным. – Хорошо, понял. Следующий вопрос у меня теперь такой. Вот в процессе формирования вашего финального продукта, то есть это, ну, грубо говоря, потребовалось только 4-5 лет, то есть пока вы формировали свой конечный текущий продукт, и в рамках этого периода, как вы сказали, вы неоднократно привлекали инвестиционные раунды, насколько я понял, заходили различные венчурные фонды и так далее. Так как я сам непосредственно занимаюсь тоже инвестициями, было бы интересно узнать следующее. Возможно ли, допустим, розничным инвесторам местного розлива, стать инвестором вот такого стартап-проекта? Либо стартапы в Казахстане, которые условно нацелены на такие масштабы, да, они рассматривают исключительно такие венчурные фонды? Вот, кстати, хороший, вообще классный вопрос. Мы его буквально месяца два назад обсуждали с нашим CFO, что на самом деле нам не нужны профессиональные именно венчурные фонды, нам нужны частные, получается, ангелы из нашей аудитории. То есть условно, вот есть у My Angels, на самом деле такие рандомные различные бизнесмены, которые там скинулись по 10-15 тысяч долларов и закидывают в стартап. Но смарт-мани, там их не назовешь, там они рандомно опять-таки, может быть, кто-то один из своей индустрии может каким-то, я не знаю, там интро помочь. Но теперь представьте, что вместо ума у нас собирается такой какой-то Хорика VC, в котором тоже вот все владельцы Хорик различных известных вкладывают, получается, деньги и раздают таким стартапам, как мы. Во-первых, мы работаем с ними напрямую, они нам напрямую говорят, чувак, ты не в ту сторону идешь, ты не ту проблему нам решаешь. Во-вторых, они все друг с другом общаются, они как минимум сами становятся клиентами все, получается. И вот это вот получается выравнивание в сторону правильного продукта будет гораздо быстрее, потому что ты конкретно в той индустрии, у тебя меньше фрикшена, так скажем, ты быстрее выходишь на людей, принимающие решения, которые тебе конкретно сверху вниз могут сказать через своих там и чашечков, какие реально там модули нужно там в какую сторону улучшать. вот это на самом деле было бы для нас более приемлемо, чем продолжать там идти за VC, потому что проблема с VC в итоге, что реально там один из десяти только потенциально можете помочь там нот в этой индустрии, потому что ну редко бывает, что там стартап зашел там конкретно там какой-то ну прям из вашей ниши инвестор с теми же компетенциями. Согласен, получается сейчас, с учетом того, что вы пришли к этому, вы готовы рассмотреть условно местные частные инвестиции, возможно, от бизнес-ангелов? Да. Хорошо, понял. Следующий вопрос, наверное, касается программы StarVenture, которая вот от Европейского банка реконструкции и развития. Расскажите про участие в этой программе. Ну, давайте так, я на чистоту. Я на самом деле не являюсь там, к сожалению, самым активным участником этой программы, потому что мы нацелили свое время на Юго-Восточную Азию, где большая часть других, получается, участников, они в основном как раз таки находились там либо на европейском, либо на американском рынках, где StarVentures имеет большую компетенцию, получается, по связям, по нетворку, по там по VC, получается, ну и по каким-то другим там экспертам и так далее. Мы чаще всего запрашивали экспертов именно из Юго-Восточной Азии, там у них в списке было там небольшое количество, мы поэтому чаще всего там отказывались. В целом было несколько программ, воркшоп, через которых нас, через которые нас провели, были достаточно полезные. Там вот, получается, вот Стэнфордская, по-моему, программа была одна, там, я не помню, как зовут, профессора. Чувак нас обучал, получается, ну, как правильно сфокусироваться на каких-то ключевых модулях, которые мы предлагаем нашим клиентам. как выявить из них самые типы, которые больше всего имеют значение для бизнеса. То есть, у него там есть специальная своя моделька, по которой ты к этому можешь приходить. И она прикольно работает. В итоге, вот из этого воркшопа мы для себя выявили какие-то интересные вещи, на самом деле, там, некий инсайты того, как, на самом деле, как реально выявить, что клиенту больше всего. Там, из всей толпы, которая у тебя есть, клиентов, там, условно, у тебя, там, 500, там, тысячи клиентов, ты можешь выявить, там, условно, 90% из них, что больше всего, на самом деле, нужно для, там, выявления чего-то, ой, для решения каких-то проблем, вот. Потом, ну, нетворк, разумеется, они нам постоянно закидывают, там, каких-то определенных людей, которые могут плюс-минус в твоей индустрии помочь. Плюс у Star Ventures есть, там, они выдают грант, там, до 50 тысяч долларов, который можно потратить, там, на сервисы среди их партнеров. И нас, например, больше всего интересуют какие-то вот партнеры, там, не которые занимаются консультацией или менстерством, а именно айтишники. То есть, у нас есть определенные, там, запросы по, там, компьютер vision, допустим, дополнительные какие-то модули для нас разработать. И так как у нас, там, нету своих ресурсов, как раз-таки для нас, ну, вот эта вот возможность стала, ну, очень, очень важно, критически важной для нас. То есть, мы сейчас, по сути дела, бесплатно, за счет Star Ventures имеем возможность какие-то модули для себя доработать, по сути дела, получить, там, какую-то техническую экспертизу, которая помогает, там, нам улучшить security нашего продукта, там, помогает улучшить, там, допустим, архитектурную часть наших серверов и так далее. То есть, все бесплатно. Это тоже очень круто. Вот. А как вот Вы считаете, рядовому стартапу сложно ли стать частью, допустим, этой программы Star Ventures? То есть, в целом, если, да, продолжить этот же вопрос, то насколько сложно стартапам развиваться в Казахстане? То есть, есть некоторые, да, допустим, вот, зачастую говорят, что это миф, одна часть, вторая часть людей говорит, что как раз таки это правда, что в Казахстане стартапам гораздо сложнее в сравнении, там, с теми же самыми другими странами и так далее. То, что у нас рынок своеобразный и в целом, условно, у стартапов якобы больше барьеров и так далее. Но, с другой стороны, вроде бы у нас здесь и хаб есть, и есть различные, условно, там, акселераторы, вроде бы все делается. Вот, соответственно, хотелось бы непосредственно от одного из успешных стартапов узнать ваше мнение. Так, ну, блин, если честно, мы пока еще не успешны, мы на самом деле еще далеки от того статуса, когда можно реально называться успешными, но, возвращаясь к стартап, вообще экосистеме Казахстана для молодых стартаперов, если вот сравнивать с Индонезией и с Филиппинами, в Казахстане есть один большой, главный, жирный плюс. Наша потенциальная клиентура, она более технически приспособлена для потребления, там, крутых продуктов. То есть, за счет того, что в Казахстане смогли нарастить вот эту культуру цифровизации, то есть, когда, по сути дела, там, там, за счет, ну, таких, там, гигантов, как Каспий, за счет, там, ЕГОВа нашего, вот это восприятие цифровизации в Казахстане, даже у старшего поколения, оно далеко ушло, продвинулось. И это большой плюс, потому что мы говорим сейчас о стартапах, в смысле, из сферы IT, правильно, там, из технологий. И, на самом деле, здесь это, там, наверное, является таким самым главным фактором, потому что первое, что нужно сделать стартапу, это, там, какой-то, на коленках собрать минимальный продукт, который можно будет пойти и быстренько протестить. И вот тут проблема, условно, там, в той же Индонезии будет, там, там, на рынке МСБ, где, там, большинство лиц, там, которые, в принципе, какое-либо решение принимают, они, там, старше, обычно, там, 40 или 50, на самом деле, там, в технологиях, как мне показалось, они настолько сильно разбираются, как в Казахстане, ну, или хотят, имеют желание, в принципе, что-то внедрять. И у нашего, получается, там, молодого поколения больше возможности вот эти вещи тестировать здесь, выявлять как раз-таки потребность, и после фидбэка можно возвращаться уже, там, к инвесторам, чтобы обсудить какие-то потенциально возможные, там, будущие, там, инвестиции. Плюс рынок Казахстана, на самом деле, он такой девственный с точки зрения продуктов у нас, ну, до сих пор. Очень много ниш, которые вообще не заняты абсолютно. Все новое у нас с инвесторами, у нас, знаешь, что хорошо? У нас, вроде бы, рынок маленький, и в то же самое время можно прийти, условно, там, к любому стартаперу, он, как минимум, там, не знаю, там, 30% из них кто-то хорошо или тесно общается, там, с кем-то из инвесторов. А у нас инвесторов, там, по пальцам можно посчитать. И, как бы, достучаться до инвесторов в Казахстане гораздо, там, проще. Но, ну, наверное, из, там, downside, то есть, там, негативной составляющей того, что у нас сейчас есть, это количество денег, там, оно, на самом деле, ну, больше не становится у инвесторов. Ну, если честно, там, пиково, то есть, там, фонд подняли, там, деньги раздали, все, потом, там, год-два, получается, там, к ним ходишь, у них денег нету. Там, у ангелов тоже самое, там, от настроения зависит, причем, от того, как, как в мире, в принципе, там, ситуация происходит. Вот сейчас во всем мире, получается, там, идет сильный спад, там, и наши ангелы тоже чуть-чуть присели, такие, давай подождем, лучше пока не будем там раскидываться. В целом, в Казахстане, наверное, вот, с точки зрения тестирования и релиза MVP, чуть-чуть проще. Но вот с поиском денег, наверное, все-таки будет гораздо сложнее, потому что, опять-таки, казахстанский VC, это тот, который говорит про экзит и про про большой мультипликатор. Очень много казахстанских стартапов приходят для продуктов, которые, ну, пока что можно продавать только в Казахстане, там, не за рубежом. В то же время для них за рубежом, то есть, что-то тестировать тоже тяжело, а не потому что в Казахстане. И тут такой некий, такой замкнутый круг, то есть, тут надо надеяться на несколько, там, скиллов. Самое первое из них – это умение продавать. Поэтому, кстати, наверное, всем советую, там, любым стартапам, там, самое важное, что мы прокачиваем, там, сейлзовые скиллы и стори-теллинг. Потому что, что бы там вы ни делали, в итоге, чтобы убедить инвестора, нужен хороший стори-теллинг, что вы, как минимум, даже в Казахстане сможете из этого сделать конфетку и потом его куда-то вывезти. Тогда поиметь шанс получить деньги, строить на это что-то серьезное. Ну, плюс-минус, вот такое мнение у меня. Да, у меня есть знакомый руководитель отдела продажи, он любит говорить, что вся наша жизнь – одна большая продажа. То есть, любые действия, они честно переплетаются с продажами. Отлично. Следующий вопрос у меня такой. Вы сказали, что вы пока не позиционируете свой стартап как успешный. Соответственно, вопрос таков, каким вы видите сценарий, где ваш стартап, с вашей точки зрения, является успешным? То есть, каких показателей он должен дойти? Не знаю, с точки зрения выручки, капитализации, географии, да, вот с этой точки зрения – это вопрос первый. И вопрос второй сразу же такой. Как вы в целом видите непосредственно цель компании Клокстер, да? И зачастую от местных ребят, которые занимаются теми или иными стартапами, я слышу о том, что они рассматривают это в том числе, как и VC, вы сказали. То есть, VC рассматривают опцию только экзита, да? Также и стартаперы рассматривают опцию, то есть, они запускают MVP, привлекают инвестиции, увеличивают капитализацию и после сами выходят с проекта. То есть, они не преследуют цель десятками лет вести этот проект, доводить его до какой-то крупной организации, выводить там на IPO и так далее, и так далее. То есть, разработать продукт, распиарить его, привлечь инвестиции, повысить капитализацию и продать. И условно выйти с этим чеком и обратно начать пилить новые стартапы. Вот такие два вопроса. Так, ну, посмотрите, экзит для любого стартапера, мне кажется, это, кто бы что ни говорил, это, наверное, большинство фаундеров будет являться такой первоочередной целью. Но все хотят сделать какой-то продукт и экзитнуться, получить там нормальные деньги и потом получить какую-то свободу финансовую. Я, наверное, больше релиз сейчас. Я понимаю, что, во-первых, в Казахстане, чтобы клеймить какой-то экзит, нужно дорасти хотя бы условно до выручки 10 миллионов долларов. По крайней мере, это будет та выручка, при которой мы сможем клеймить определенную эвалюацию для себя, условно, в районе 78 миллионов. Мы говорим сейчас о казахстанских реалиях, мультипликаторах гораздо ниже. И это та сумма, по сути дела, даже условно при такой выручке с такой эвалюацией я мало вижу, кто вообще может купить себе позволить. У нас сейчас вот самая топовая сделка была 32 миллиона ЧОКО. И мы должны понимать, что это такой некий бенчмарк сейчас. При этом у них выручка, наверное, больше, чем 10 миллионов долларов. Я не знаю, конечно, у них там pure revenue какой, но тем не менее, сейчас это бенчмарк. И, возможно, там через года 3-5 ситуация поменяется в лучшую сторону. Но, опять-таки, если будет продолжаться девальвация, инфляция, то, соответственно, там оценки, точнее, выручки компании могут там расти, но там оценки плюс-минус в том диапазоне останутся. И вот ввиду этого, наверное, казахстанский рынок мы на какое-то время понимаем, что мы должны как кэшкау, скорее всего, ставить на ближайшие 3 года. Как минимум, если он реально вырастает до 10 миллионов, мы говорим, что это успешный продукт, потому что мы SaaS. Если мы делаем 10 миллионов ARR для SaaS, это очень крутой продукт, потому что cost of goods там примерно 5%, ну, можно 10 максимум. То есть все остальное это достаточно такой pure margin. Параллельно сейчас задача там ближайшие 3-5 лет – это развить как раз-таки вот эти joint ventures в Юго-Восточной Азии. Сделать там серьезную… То есть мы там, получается, компании по отдельной эвалюации будем наращивать. Их задача – их отдельно продавать там. То есть прям экзитовать отдельный… как отдельный продукт на отдельный рынок, полностью отделяя его, получается, и также выходя на другие. За счет этого там делать такие микроэкзиты, получается, на тех странах. Для меня показателем, наверное, будет этот, ну, плюс-минус выйти в показатели 10 миллионов ARR в ближайшие 3 года. И это вполне себе сейчас уже такая, ну, по мне это реалистичная задача, достижимая цель. И там после этого можно будет там разговаривать о каком-то там экзите. И, конечно же, хотелось бы экзит. Я тоже на самом деле моложе не становлюсь. Там я вам недавно прикалывался, мне вроде 35 лет, я просто принимал душ, просто душ, больше ничего не делал. Там просто голову повернул, получается, влево, мне что-то переклинило шею. Я так разворачиваюсь, так к супруге подхожу и говорю, что происходит? И, друзья, пишут все, у тебя гарантия, говорю, слетел. Больше. Теперь надо будет в больницу ходить, на проверки всякие и так далее. Ну, это шутки, конечно. Ну, плюс-минус такая картина. Три года, 10 миллионов RR, экзит, там оценка, разумеется, там будет зависеть от того, что у нас еще будет происходить в Юго-Восточке. Если мы там, условно, сможем отдельно эти компании вырастить, да, отдельно до оценок там 10, 20, 30 миллионов долларов, разумеется, там основная там оценка для нас будет какая-то другая. Хорошо, понял. Верно ли будет утверждение, что ваш продукт – это продукт, который должен закрыть, скажем так, потребности HR в той или иной компании? Можно ли так утверждать? Потребности HR в определенных индустриях. То есть это вся хорика, это ритейл, получается, это фармасис, это там аутсофинг компании, которые предоставляют синих воротничков, это каворкинги, в том числе мы в будущем планируем, то есть вот эту тему развивать с каворкингами, с контролем доступа и так далее, но конкретно сделаны под каворкинги, это фабрики-заводы, разумеется, синими воротничками в том числе. То есть это компании, это любые практически компании, где условно процентов 80-90 сотрудников – это линейный персонал именно. Да, к чему я задаю, в принципе, этот вопрос, так как я сам был HR-ом, как и говорил ранее. Вы сказали такую вещь, что у вас, как таковых, нет конкурентов здесь. И первое, о чем я подумал, окей, то есть какими сервисами пользуются сейчас HR-ы, да, и первое, что мне пришло в голову, это 1С, САП и Оракл, которым мы пользовались в Казминерос. И условно вот такие различные софты, но они больше, наверное, такого формата, где они покрывают очень много направлений внутри компании, и прокюрмент, и какие-то прочие направления, но они не целенаправленно сфокусированы на HR-направлении. И вот, как вы думаете, почему условно такие опции больше подходят, нежели опции, где мы для HR подключаем отдельный сервис для, допустим, прокюрмента, возможно, отдельный сервис и так далее? Ну, на самом деле, это же зависит еще от культуры потребления. То есть у нас в Казахстане изначально пришел там 1С, САП и Оракл, практически одновременно там на рынок пришли, САП и Оракл для совсем крупных энтерпрайзов, там 1С, он, в принципе, по всем компаниям разошелся, в основном даже в МСБ. И там основная задача 1С была, это бухгалтерия, то есть это, получается, это интерпрайз ресурс обычный, и, ну, бухгалтерия, на самом деле, один упор на нее. При этом не был, на самом деле, ну, вот этого тренда или там запроса на то, чтобы автоматизировать там работу, ну, чисто такую операционную работу линейного персонала, потому что, наверное, культурно просто к этому еще не дошли. То есть для них была абсолютной нормой, допустим, ввести графики где-нибудь в Excel, когда там, допустим, переписка идет о том, чтобы тысячу сотрудников переставлять друг с другом там через WhatsApp, для них тоже это была нормой на самом деле. То есть никто не приходил и не пытался эту тему автоматизировать, и мы просто оказались в таком ну, правильном тайминге сейчас. Мы когда в Индонезии были, там эта тема уже развивается, просто там это стало комодить, то есть это, наоборот, стало уже нормой, из-за этого стала куча других решений с очень низкими ценами, то есть там просто бизнеса нет. И вот в Казахстане, получается, сейчас вот только тайминг пришел, то есть пришла, получается, вот это вот, у нас же, в принципе, если посмотреть даже на нашу хорику, там ритейл, там с точки зрения качества, вот они за последние пять лет прям бум пошел, то есть внимание к деталям, то, как, допустим, обслуживают, как подуют кофе, какие виды кофе там, в каких стаканчиках дают, то есть у нас последние пять лет только пошел бум, получается, развитие, и вот цифровые технологии тоже параллельно к ним только-только начали приходить. Просто почему-то обычно, как вот, в Юго-Восточной Азии вот эти темы, связанные с workforce management, начали приходить там с Сингапура, с Австралии, как бы и как культуру навязывать туда ее еще там с 2015-х годов примерно. Почему-то мы же чаще всего там технологически там подглядывали наши соседей там северных, и именно вот эта ниша с России особо не приходила, почему-то ее там, ну и там ее не было, и нам повезло в этом плане, то есть там было пара игроков, которые занимались чисто учетом рабочего времени, то есть вот простейшей ее вещью, и почему-то те не пошли в полноценный workforce management, который сейчас уже необходим на рынке, и у нас тоже, ну такая для нас загадка, почему как бы никто этого не делал, а с другой стороны понимаешь, ну как бы не делал, не делал, просто тупо, ну как бы не было спроса, все же в итоге во время спроса приходит, но прикол в том, что сейчас мы сами создаем этот спрос, то есть мы как бы сейчас занимаемся, мы сами сейчас взращиваем эту культуру того, что типа это нужно, и как бы мы берем опыт наших юго-восточных коллег, коллег получается из Австралии, из Новой Зеландии, те, кто подобные продукты там делают и успешные, и самое главное, что видно, чем они помогают, сейчас мы это приносим и преподносим это нашему рынку, создавая этот спрос теперь, получается. То есть у нас просто рынок на самом деле почему-то технологически вот к этому, наверное, ну не совсем прям настырно шел, у нас только крупные компании реально этим занимались. Кстати, вот как пример, три года назад, как учет рабочего времени, мы выходили там на одного очень, на очень известную группу компаний здесь, ресторанных получается, и тогда они посмотрели на наш продукт, говорят, не подходит, ну типа эти вещи там частично закрываете, эти вообще не закрываете, получается. Сейчас мы приходим, получается, у нас состоялся недавно разговор, прошлись опять по всему нашему функционалу, все, ребята, сделайте нам интеграцию, получается, там с их POS-системой, все, мы готовы вперед идти. То есть мы, тут самый прикол, что когда у нас первый разговор с ними произошел, нам они не говорили, что им нужно было дополнительно, они просто говорят, что не все потребности закрыты. И мы как бы не понимали конкретно какие, и они в принципе не раскрывались, и очень многих клиентов такое было. Наверное, просто многие клиенты об этом не кричали, или там пытались делать это внутри, там в виде своих закрытых каких-то систем, которые, разумеется, ввиду ограниченности ресурсов не смогли их доводить там до нужного там уровня, чтобы можно было полноценно использовать. И просто нам повезло, в смысле, в плане тайминга, и пока что еще везет в том плане, что сюда крупных никто еще не лезет там за рубежа, что очень важно для нас на самом деле. С другой стороны, кто сейчас залезет, рынок-то очень маленький, и мы еще уже, получается, за все это время проделали такой некий бренд-эвэрнесс-кампейн, как бы заомбордили достаточно уже большое количество именитых компаний, и нам это сейчас позволяет себя чувствовать там более уверенно перед клиентами, когда мы идем питчиться. Мы, например, там гораздо дороже, чем там некоторые наши конкуренты, которые есть в Казахстане. Тем не менее, там предпочитают нас, и для нас это тоже такая некая, ну, уверенность сейчас, некий статус того, что мы все-таки, наверное, как продукт чего-то стоим. Хотя, да, есть свои какие-то недочеты, над которыми работаем, но вот… Хорошо, я понял. На самом деле, интересная история вашего стартапа, потому что для меня это, как некоторая такая аналогия взросления, становления, что ли, то есть, если это был изначально такой подросток-стартап, потом он поехал в Юго-Восточную Азию, набрался там, не знаю, опыта, да, то увидел, как строится там рынок и вернулся уже более состоявшимся стартапом обратно. И обратно, условно, второй волной собирается покорять казахстанский рынок и забирать все те, скажем так, рынки, которые не были еще захвачены внутри нашей страны. Следующий у меня вопрос, наверное, относительно команды. Подскажите, какое количество людей у вас в команде за такой период времени, то есть, выросла ли команда со стартового состава, насколько она выросла сейчас, все-таки, когда мы говорим про IT, стартапы, мы понимаем, как будто бы, что это небольшое количество людей, но как обстоит дело на самом деле? Ну, в нашем случае так оно и есть, у нас небольшая команда, мы, когда начинали, у нас было где-то человек 6-7, ну и мы постепенно росли, там, буквально, там, наращивая, то есть, у нас core команда, допустим, разработки и дизайна, она осталась, там, в количестве 10 человек, там, на протяжении последних 4 лет, то есть, она не расширялась, это те же самые люди, у нас еще хорошо, очень хороший retention тех же самых людей, увеличивалась уже команда за счет, там, сейлзовой, там, аккаунт-менеджеры, получается, добавлялись, и в пике у нас, вот, с Индонезии месяц доходило до 37, по-моему, сотрудников, если не ошибаюсь, сейчас, так как мы сократили, там, индонезийскую часть, у нас сейчас, вот, общее количество 28 сотрудников, это, вот, получается, трое в Индонезии и 25 в Казахстане. Окей, а что касательно непосредственно самоокупаемости проекта, в какой момент вы вышли на точку самоокупаемости? Мы еще не самоокупаемые, то есть, мы только, если, если судить по МРАР, то мы только планируем выйти самоокупаемость, там, даст Бог, через пару месяцев пойди, согласно нашему плану, если брать в учет то, как мы зарабатываем, то есть, мы, мы чаржим, получается, годовые лицензии, там, у нас... В Казахстане, в Индонезии ежемесячно? В основном, не, в Казахстане мы годовые чаржим, и мы, получается, не по МРАР считаем, а просто ежемесячной выручкой, если считать по ежемесячной выручкой, то у нас, там, допустим, вот за этот год, треть получается, вот этого периода у нас мы в окупаемости полной, то есть, мы за месяц зарабатываем столько, столько нам достаточно, чтобы покрыть полностью зарплатный фонд, и еще там остается денег, получается, ежемесячно. Но если считать чисто по МРАР, то там нам еще нужно доработать немного до полного, до ноля, так скажем, до break-even. А какое количество в целом пользователей сейчас у вас на текущий момент? Так, в Казахстане... С учетом Юго-Восточной Азии, и также и Казахстана. Да, в Казахстане у нас где-то 220 платящих компаний, где-то около 300 там компаний у нас на фремиуме, то есть, мы когда выходили, когда начался ковид, у нас же просто дупо никто не платил, у нас задача была удержать, ну, дальше расти чисто среди пользователей. Мы вот там нараздавали полчаса до 100 сотрудников фремиума, очень многим компаниям, и только вот с июня 22-го года начали подписку включать для новых клиентов, старые так и остались. И, ну, сейчас мы с 1 января, и в том числе и фремиум будем переводить на подписку, и там, хотя бы если треть переведем, то мы должны там как минимум еще где-то 100 компаний прибавить в начале года сразу. Растем мы примерно по 15-20 компаний ежемесячно сейчас за, получается, вот у нас платящих компаний сейчас 220 или там 200 с лишними, даже не знаю, до конца, кстати, ноября должно еще 15 сейчас зайти, вот за вот эти 10 дней. Мы выросли, получается, с нуля, с июня 22-го года до 220 компаний платящих, получается, за 15 месяцев. Ноль маркетинг, 4 сейлса были всего лишь в Казахстане, которых мы оставили. Очень хороший результат, на самом деле. Сейчас мы поняли, что надо просто, то есть сейчас ситуация какая, у нас классный юнит экономик, есть динамики, есть бренд awareness, на маркетинг деньги нам особо не нужны вообще, нужна только сейлзовая составляющая и присутствие в Инстаграме. И наша задача тупо-тупо расширять сейлс-став, чтобы в принципе выходить в серьезные оборотки. У нас получается, я немножко цифры раскрою, у нас один сейлс приносит там минимум от полутора до 2,5 миллионов контрактов ежемесячно получается. Отлично. Да, при зарплате там среднего сейлза там в 350 тысяч получается. Ну, как бы юнит экономика очень хороший, на самом деле. Плюс у нас черный очень низкий, у нас там, ну, черный типа меньше 10% по году. Для B2B это вообще суперрезультат. Суперрезультат. Да, у нас lifetime value, если брать там усредненный, прям усредненный среди всех компаний, которые платят там от типа 100 тысяч тенге в год до там 15-20 миллионов тенге в год. Если усреднять, то там средний чек на компанию в год выходит 1000-1200. У нас где-то lifetime value на компанию, если брать среднее в два года, это где-то 2400-2500 lifetime value на клиента. При customer acquisition касте где-то примерно 300 баксов. То есть, экономика очень хорошая. Это где-то там 8 к 1, плюс-минус. Для B2B для нас это прям супер. Это хорошие показатели, согласен. Вот такой вопрос. В течение всего периода развития стартапа, да, если сейчас текущие показатели уже хорошие и так далее, то какой момент вот в развитии стартапа можно назвать прям фейлом условно в любой истории успеха, да, ну, если вы даже сейчас себя еще не позиционируете успешным стартапом, есть период фейлов, которые прям хорошенько, скажем так, для вас отпечатались в памяти? Блин, их столько много было, я просто думаю, какой из них… Сложно выделить, да? Да, на самом деле, знаешь, вот сам прикол какой, что вот каждый тот фейл, который мы совершили, он на самом деле был очень важным для того, чтобы сделать реальный там скачок в каждом промежутке. Допустим, в Индонезию то, как мы выходили, там нам нужно было… То есть, фейл был, наверное, в том, что мы шли поехать туда семьями, вообще не надо было, можно было на самом деле просто командироваться нам на месяц, на два, потом летать, деньгами даже дешевле вышло. Мы подумали, что нам нужно, например, там быть в котле, вариться, получать. На самом деле, там пребывать там семьей морально тяжеловато, на самом деле. Вся родня далеко, там супруга весь день с детьми, садик, то-се, короче, там очень много времени отвлекает, на самом деле, от работы. С другой стороны, как бы, вот это полное погружение, получается, в страну, когда ты не улетаешь, очень сильно, вообще очень сильно, на самом деле, влияет на то, каким ты сам становишься с точки зрения твоих, там, habits, да, там, какого, твоих ежедневных каких-то вот, как это, привычек, получается. Манеры поведения. Манеры поведения. И вот этот стресс, который на тебя вваливается, он как бы начинает, там, тебя тренировать, там, стрессоустойчивость и так далее. Ты, когда сюда приезжаешь в Казахстан, ты, как терминатор такой, да, типа, вообще изи. Фаундеров, допустим, искать, допустим, вот у нас там был первый фаундер, и, там, очень важно найти фаундеров, с которым есть понятийные, правильные, там, у нас, вот, допустим, там, Иман у нас почему ушел, потому что у нас понятийное не сошлось. Хороший чувак, очень талантливый, но вот есть определенно понятийные вещи, которые, как бы, изначально, помню, ничего не клеились, но, как бы, эту тему оставили, там, типа, на себя, думали, она, может, как-то сама пропадет, но, как бы, такие вещи не пропадают, и это, в итоге, влияет, там, на всю команду, на все развитие. Потом инвестор приходит, говорит, что за фигня вообще происходит. То есть, я, вот, у себя недавно шерил рилс один, там, чувак один сидел, типа, нашел очень классное высказывание, the magic you're looking for is in the work that you're avoiding. И, вообще, золотые слова, на самом деле, я про себя их постоянно повторяю. Вот, когда ты предвидишь какую-то проблему, вот, максимально не оставляя ее, вот, сейчас надо ее сделать. И, вообще, не только проблему, вообще, любую вещь, там, условно, ты запилил какой-то документ, и ты понимаешь, что ты уже устал такой, ты и так уже всю ночь писал, но ты понимаешь, что еще чуть-чуть можно улучшить. Тогда лучше возьми паузу и улучши, то есть, не отправляй. То есть, много различных примеров, когда, когда ты видишь, что где-то можно до улучшить, то лучше это сделай, то есть, не пытайся делать, там, отправлять, там, первую версию. Лучше до ума доведи это, да, до второй или третьей версии, особенно если это в кратчайшие сроки можно сделать. Разумеется, там, для стартапов обычно нужно, там, MVP, потом и так далее. Вот, нужно копать, да, более такой, практически идеальные версии, и вот ту версию ты назовешь первыми MVP, ту идеальную версию, и потом будешь дальше идти. А как же быть, если ты перфекционист, и твоя MVP в итоге растянется на полгода, на год, и ты в итоге будешь ждать условно этого идеального момента? Вообще, классный вот этот тоже момент. У инвесторов, там, чаще всего бытует такое мнение, что, ну, нужно делать, то есть, не нужно делать упор, там, на то, чтобы, там, вывести, там, идеальный продукт, нужно делать быстро. Это, это верно, это зависит от того, на самом деле, что вы делаете. Допустим, вот, мы, как Клокстер, в итоге, то есть, короче, в Клокстере нельзя сделать MVP, и прийти к клиенту, и продать. Вот, как, про того клиента, про который я говорил, три года назад пришли к нему, посмотрел такой, ребят, вот это не закрывайте, нафиг вы не нужны. У нас ушло пять лет, по сути дела, натуральным образом, чтобы, ну, достичь до того уровня программного продукта, который покрывает, там, большую часть вещей, при которых клиент готов приходить и покупать это. То есть, ты условно, там, я не знаю, ты такой говоришь, типа, вот я начинаю заниматься продажами, там, игрушечных машин, но при этом, там, типа, давай я буду без колесиков продавать, а еще, там, типа, окошек не будет, и так далее, такой, да нормально, типа, давайте с этого начнем. То есть, ребенок говорит, типа, нифига, я хочу с колесиками, я хочу, чтобы там диски стояли, еще хочу, чтобы пульт стоял, там, можно было удаленно управлять им. То есть, это примерно такая аналогия. То есть, есть продукты, где в итоге придется закопаться, там, на какое-то время, довести его. Ну, то есть, уровень MVP у каждого продукта на, может находиться на разных временных промежутках. У кого-то это реально можно сделать что-то, что делается там за месяц, а у кого-то придется пилить два года. И инвестор должен понимать. И самое главное, что инвестор, от которого ты берешь деньги, желательно, чтобы он сам понимал, что, допустим, стартап приходит и говорит, типа, чувак, там, мы за три месяца выкатим, инвестор должен осадить его, сказать, чувак, тебе три месяца не хватит, тебе нужно полтора года, тебе нужно в пять раз больше денег, я тебе сейчас даю часть, еще за остальным идем. У нас очень много проблем вот с этим еще, когда инвестор дает деньги, стартап сам не понимает, сколько у него идет на этот реальный MVP, на тот должный MVP, который в итоге минимум должен продаваться кому-то. Инвестор тоже нифига не понимает, слушает то, что ему говорит стартапер, потом через три месяца возвращается и говорит, чувак, а где ваш нормальный MVP, почему продукт нормально никто не покупает. Здесь вот очень важно, ну, то есть, здесь не проблема инвестора, но проблема стартапера любого понять, как быстро дойти вот до того зрелого уровня MVP. Который можно будет масштабировать и продавать. Да, то есть, просто у нас у всех понимание, типа, MVP это сделать прям, ну, совсем-совсем лайтовое какое-то решение и потом удивляться, типа, а чего ни хрена не покупают, или, там, удивляться, типа, а знаете, на него спроса нету. Да не просто, вот, и все равно, что если мы в Клокстер тот, который мы запустили через год, после начала, если, допустим, мы упирались бы, то есть, создавали бы мнение, типа, заходит ли такой продукт сейчас или нет, мы бы тогда закрылись бы. Потому что, ну, многие нам говорили нет, потому что просто тупо, вот, условно, workforce management должен закрывать там ряд задач. Согласен. И все. Хорошо, тогда давайте сделаем таким образом. Допустим, есть стартап, который вот сейчас только буквально создается, да, возможно, есть ребята-энтузиасты, которые смотрят данное видео, и они, увидев вашу историю в целом, зная про компанию Клокстер, хотели бы, условно, да, пойти по стопам компании, то, в целом, какие были бы базовые рекомендации от руководителя компании Клокстер для начинающих стартапов. То есть, это будет ровно аналогично с тем, как развивался Клокстер, то есть, проходить различные программы, акселераторы от венчурных фондов, параллельно, то есть, привлекать от них инвестиции, параллельно попытаться в Казахстане, если в Казахстане, условно, вы поняли, как все устроено на местном рынке, выходить на другие рынки, чтобы, условно, побыстрее получить, наверное, этот какой-то международный опыт, да, именно масштабирования бизнеса. Блин, сложный вопрос. Я вот на эту тему тоже рассуждал. Я вот, условно, не технический фаундер. И вот нужно разделять, получается, на технических фаундеров и не технических. Вот у технических фаундеров есть большое преимущество, если они делают чисто такой вот софтверный технологический продукт, им, в принципе, вообще бабки поначалу не нужны. То есть, они могут собрать там группу энтузиастов, толпой сесть и сами продукт делать изначально. Как протестить его, причем протестить можно, продукт, на самом деле, там куча платформ различных существует, там Апсума, всякие продукт ханты и так далее, и понять, на самом деле, в том направлении идете или нет. Вот настоящий челлендж, это у не технических фаундеров. Вот представьте, что у вас есть бизнес-идея, которая требует, условно, каких-то технических наработок. Вы понимаете, что это бизнес-идея, там, в той или иной индустрии, она рабочую можно, на самом деле, сделать. Но вы не понимаете, как эта технология сделать, какие на нее нужны ресурсы, на самом деле, какие технологии должны быть использованы. И вот здесь, как бы, в моем случае, так получилось, что у меня на тот момент была своя компания айтишная, то есть, мы занимались там аутсорсом, все подряд занимались, получается. У меня уже, в принципе, был свой, там, своя команда, получается, разработчиков, были какие-то небольшие там связи, понимание того, как, ну, в принципе, как бизнес делать. У меня просто чуть бэйграунд, ну, другой, мы потому что Клокстер делали изначально, там, за свои деньги. Я там, плюс еще, после того, как мы основной Клокстер запустили, я еще туда тоже инвестировал свои деньги, причем нормальный на тот момент. И, как бы, у меня история совсем другая, там, то есть, она, ну, абсолютно такая, не прям, я бы не сказал, что с нуля, с нуля стартап, там, что-то начал. У меня, в смысле, был свой кэш, я, как бы, делал бизнес, у меня был кэш и начал. Если говорить про студентов, которые не технические, там, делают, вот здесь все сложно, да, здесь у акселератора Antler есть прикольная программа, они, получается, проводят интервью, там, талантливых ребят, у которых есть, ну, потенциал, там, сделал какой-то крутой бизнес. Они берут их, получается, свой акселератор, после окончания акселератора, получается, дают, там, чек в сто тысяч долларов, по-моему, за десять процентов, плюс-минус, там, достаточно, ну, как бы, такие нормальные условия. Но у них основная задача, получается, во время акселератора, ты должен найти кофаундера. Если ты не технарь, то ты находишь технаря и так далее. То есть, они сводят тебя с кофаундерами и только вас двоих, получается, пускают на, как бы, на тот или иной путь, да, получается, развития. То есть, как одиночка тебе будет тяжело, поэтому вот они делают эти вот некие, там, мячинги. Я думаю, что многие наши акселераторы должны позаимствовать вот этот вот, вот этот подход, который есть у Antler, потому что он правильный. Потому что я очень много видел здесь стартапов, которые делают технологические продукты, при этом они сами не являются технарями. Ребята толковые, и у них шансов мало, они, ну, прогорят. Скорее всего, не найдут инвесторов, потому что у нас, как бы, ну, инвестиции не как там в Штатах, там, хоть жопу и жуй, да, там, на каждом шагу. Вот, наверное, ну, в любом случае, там, это я сейчас говорю про Antler, там, не все смогут поступить в Antler. Там, в Казахстане, наверное, это, ну, что у нас есть, там, Астана Хаб, там, Мословский акселератор, и вроде все, да, по-моему, у нас? Ну, из основных, самых крупных, да. Это, как минимум, тусовка, в которой, как минимум, можно будет найти себе кофаундера технического. Там, затянуть его, и желательно на этой стадии не пытаться идти сразу деньгами. Либо же вы офигенный предприниматель, то есть вы не студент, вы уже предприниматель, у вас есть какая-то бизнес-модель и понимание, и самое главное, офигенность скилзы сейлзовые, там, со стори-теллингом, тада, тада, да, вам легче, но лучше пройти, там, через акселератор, чтобы просто, скажем, там, понять азы, там, того подхода, который нужен для венчурных инвесторов, и там же найти вот этот, как раз-таки, connection с инвесторами, потому что акселератор, обычно, это, ну, прямая дорога к венчурным, там, в Казахстане, их, там, типа, по пальцам можно посчитать. Через акселератор это сделать гораздо, гораздо проще, ну, когда они будут тебе, как вам, introduce you, как это, блин, представлять? Представлять, да. Сказывается некоторый период жизни в Юго-Восточной Азии, да? Да, да. Хорошо, у меня следующий вопрос, наверное, касается инвестиций, вот вы сказали, касательно того, что в Казахстане все-таки сложнее привлечь инвестиции, и я тут подумал вот о чем-то, что сейчас, на самом деле, у нас последние, не знаю, там, несколько лет тоже есть некоторый бум на вот эту тему инвестиций. Фондовый рынок отлично развивается, каждый год выходит на IPO, хоть и нацкомпании, но все же, то есть у нас происходят какие-то IPO и так далее, то есть вот это вот направление инвестиций очень активно развивается. Помимо этого, у нас есть МФЦА, который, условно, выдает лицензии для краудфандинговых платформ. У нас есть краудфандинговые компании, которые собирают коллективные инвестиции непосредственно от рядовых, да, людей, которые могут проинвестировать, возможно, по тысяче долларов и так далее. И, отталкиваясь от этого, я в последнее время замечаю, что сейчас собрать инвестиции как будто бы становится легче, поскольку на самом деле, если не делать упор исключительно на инвестиции с чеком от 100 тысяч долларов и так далее, если этот чек снизить и обратиться к тем или иным платформам, то необходимую сумму собрать можно, скажем так, да, по крупинкам с каждого инвестора. Но единственное, что лично я заметил, огромное количество заинтересованных в привлечении инвестиций, но их проекты зачастую это, то есть не те проекты, в которые мне хотелось бы вложиться. Зачастую сами стартаперы, скажем так, да, не готовы, зачастую они не могут пропичить, зачастую они не могут показать MVP, вот как раз таки то, что мы говорим про sales skills. То есть они не могут продать эту идею, они стучатся во все двери, они говорят всем, что нужны деньги. И я понимаю, что деньги есть сейчас вот благодаря тем же самым, как я говорю, различным краудфандинговым платформам и так далее, частным клубам инвесторов, что деньги собрать можно, но если ты не сможешь продать эту идею, то тебе не собрать. То есть помимо того, что ты разрабатываешь какую-то, допустим, свою супер уникальную идею, которую ты придумал, будь ты технарь или не технарь, будь ты условно в команде с кофаундером, который разбирается, как это реализовать, но если у вас нет навыков продаж, то вы в итоге не привлечете инвестиции, не продадите эту идею. То есть помимо какой-то такой толики гениальности нужна еще щепотка хороших продаж. Как раз таки, задевая опять этот критерий для любого стартапера, то есть sales skills storytelling, почему важен, потому что большинство инвесторов, даже частных ангелов, они в 90% случаях, получается, они не будут из вашей ниши, то есть из той сферы, в которой вы делаете свой стартап. При этом у них у всех, в принципе, чеки небольшие, в 2, 3, 5, 10 тысяч долларов имеются, и в принципе они могут на общак собрать достаточно круглую сумму, тем более, если мы говорим опять-таки не в больших каких-то чеках, там от 100 выше, а там до 30-40 тысяч долларов условно. Задача как раз таки за счет storytelling правильную историю рассказать того, куда ты идешь. И опять-таки здесь, наверное, самый лучший вариант это акселераторы, там есть условно шаблоны того, как выстраивать там презентации, плюс там есть достаточно количество больших вот этих менторов получается, у которых есть опыт там питчей получает стартап, могут подкорректировать где-то надо, то есть отшлифовать, так скажем, его и потом уже идти. Единственное, у нас, наверное, сейчас проблема, это, вот вы сейчас рассказали, у нас вот есть условно там частные вот эти клубы инвесторов, вот они, как будто бы доступ к ним там малоизвестен, даже вот на платформе. Я вот первый раз сейчас про платформу услышал, не то что первый раз, но я где-то краем уха про нее слышал, но понятия не имею, как это работает, и вообще работает ли это. И у нас вот, мне кажется, с освещением вот таких вещей очень слабовато, у нас акселераторы еще должны работать над тем, чтобы иметь возможность эту тему больше расширять краудфандингом, плюс больше было выходов на ангелов, потому что там на любую тусовку стартаперскую, когда идешь, когда идешь 5 часа, сидят одни и те же, там, Муратов Драхманов, Тимур Турлов, Бахтниязов там по кругу, они уже, все, они уже боги там, но нужен уровень какой-нибудь там до 80-го левела, ничего ниже хотя бы там 30-го, 40-го, так вот, да, то прям выводят сразу на самых топчиков. И вот это нужно сейчас развивать. Вот этим занимаются хорошо ребята из моста, то есть они сделали там Умай, но это в основном алматинская тусовка. Да, согласен. И это, кстати, тоже проблема. Очень много, у алматинцев больше возможностей там привлекать деньги, у астанинцев чуть… Астана хаб? Ну, на самом деле, ангелы, инвесторы – это о людях. Да, верно, согласен. И там хаб, я не знаю, просто, может быть, я, может быть, не осведомлен, но я не помню, что был еще один Умай Энджелс там астанинский, который, ну реально там, если тот человек состоит, где-то каждый может там по 5-10 тысяч закидывать и собирать там раунды для ребят. Я не слышал. То есть, ну, я встречаюсь с ребятами из моста, там, со всеми, в принципе, инвесторами, никто из них не говорил, что есть такой клуб. Его нету. И, ну, как бы, мне кажется, вот этим нужно заниматься сейчас. И реально вот, ну, допустим, мне было бы полезнее иметь инвесторов, даже с маленькими чеками, но которые могут там по 20-30 человек собрать и собрать мне чек в 100, стать частью Клокстера, полчаса. Но из моей сферы для меня было бы намного полезнее в Казахстане сейчас, там, чем обычные профессиональные венчурные инвесторы. Поэтому, ну, такая тоже тема, которую, наверное, нужно будет потихонечку рассмотреть и развивать. Есть смысл? Я прям с удовольствием в этой теме сам как-то поучаствовал бы, там, в развитии ее, если потребуется. Рынок краудфандинга хорошо развивается. Вот одна из первых и самых крупных краудфандингов платформ, которая у нас действует сейчас, соответствующие лицензии от МФЦА, они, насколько я помню, на текущий момент уже с 2019 года, что ли, привлекли около 10 миллиардов тенге, то есть непосредственно для предпринимателей, которые к ним приходят. Но зачастую там речь идет о фиксированных займах. И, насколько я знаю, даже есть лицензии о привлечении инвестиций для стартапов, но еще именно через краудфандинг, кажется, для стартапов не привлекали. Зачастую это для МСБ и фиксированные займы либо облигации. То есть, когда инвесторы знают, сколько они зарабатывают. Обязательно обратите внимание именно на все действующие программы и акселераторы, которые доступны у нас в Казахстане. Хорошо, хоть они у нас есть, тот же самый как раз Star Ventures, которого мы начали, Astana Hub, Most. Все эти организации могут непосредственно дать, возможно, не все, но частично могут дать. Нетворкинг, могут дать доступ к бизнес-ангелам, к, в принципе, людям, которые могут предоставить эти инвестиции. Поэтому, как один из основных моментов, наверное, на который стоит обратить внимание, тот же самый пункт, связанный с sales skills, их также можно, возможно, обрести через эти программы, я думаю. В принципе, мои вопросы завершились. Если вам есть, что добавить о перспективах Клокстера, которые вы нацелили на самое ближайшее время, то есть, каких новостей нам стоит ожидать от Клокстера в самое ближайшее время? Ну, я думаю, что будет больше новостей из Юго-Восточной Азии, то есть, как раз таки вот по нашей экспансии сейчас в Филиппинах, то, что мы сейчас делаем. Я думаю, больше будет новостей про там новые сервисы, которые мы будем предлагать в рамках Клокстера в Казахстане. И там некая экспансия вот на соседствующие центрально-азиатские страны, это Кыргызстан, Узбекистан и как раз таки вот Каспиен Риджин, это вот Азербайджан получается. Плюс-минус, вот пока такие планы. Дальше пока даже не заглядываем. Достаточно. Отлично. Тогда желаю вам успехов в выходе на новые рынки. Рахмет большое. Уверен, что у вас все получится. Рахмет, рахмет большое. Хорошо, тогда мы на этом завершаем. Спасибо, что уделили время, приехали на студию. Мы вас очень ценим и желаем удачи в ваших начинаниях. Рахмет, давайте вам тоже. На связи, ребята. На связи, ребята.